Всем привет! Вы попали на канал Той Жизнь Маленькой Собачки. После того, как мы сняли наше видео, где Той выполняет 40 команд, нам стали поступать просьбы, рассказать, как мы учили ту или иную команду, с чего начинали, как двигали прогресс, если собака не хочет или не понимает, что вы от нее хотите. Сразу хочу сказать, что я не генолог и не зоопсихолог, и все, что мы транслируем на этом канале, это только наш личный опыт, основанный также на ошибках и на неудачах. Итак, мы решили сделать блок видео на тему команды. Я условно разделила их на три части. Первая часть – это простые команды, базовые, без которых невозможно выполнение сложных команд. Второй блок – более сложные составные команды, для разучивания которых нужны умения первого блока. И третий блок – это команды особой сложности, разучивание которых требует больше времени, физической подготовки собаки и доверия собакам к хозяевам. Сегодня мы расскажем, с чего начать занятие. Одна из самых простых команд, которую мы рассмотрим, это команда «Сидеть». Она обычно легко дается, так как собака это и так умеет делать в жизни. Для каждой команды мы используем определенное слово и жест, чтобы собаке было проще. Привлекаем внимание собаки вкусняшкой, показываем нужный жест и ждем, пока собака сядет. Ждем, сколько нужно. Если вы уже долго ждете, но собака не садится, нужно надавить собаке на заднюю часть спины. Когда мы добились желаемого, активно хвалим пса и даем поощривание. Самое главное, чтобы лакомство было очень привлекательное для собаки. Сейчас мы используем натуральное лакомство, бараний рубец и рахеек-завяжник. Той очень нравится. Раньше мы использовали натуральное лакомство, яблочко, морковь и капуста. После этого нужно повторить команду еще раз здесь. И на следующий день также. У Той уходит примерно три тренировки на крепкое запоминание команды. Команды «Стоять». Из положения «Сидя» теперь нужно в обратном порядке помять. Также показываем жест. У нас это открытая ладонь вверх. Произносим команду и ждем. Если собака не понимает, что вы от нее хотите, можно помочь псу легко потянуть ладонь в холку на себя и собака встанет. Хвалим кормлю. Повторяем до тех пор, пока не начнет получаться без механического воздействия рукой. Не нужно ждать моментального результата. Главное, чтобы собака поняла, что ей нужно делать. А качество и скорость тренируем несколько дней. Команда «Лежать». По тому же принципу из положения «Стоя» или «Сидя» показываем жест. У нас это открытая ладонь вниз. Говорим команду «Ждем», поощряем, хвалим. Если собака не понимает, что вы от нее хотите, нужно взять ее за передние лапы и потянуть вперед. До тех пор, пока она не ляжет. Команда «Крутись». Делается из положения «Стоя». Держим поощрение на уровне носа собаки и начинаем вести рукой в одну из сторон. Когда собака сделала полный круг, отдаем лакомство, хвалим, повторяем. Команда «Дай лапу» и «Дай пять». Из положения «Сидя» протягиваем открытую ладонь к лапе собаки. Говорим команду «Ждем». Если собака не понимает, указываем на лапу или сами берем лапу в руку. Хвалим, кормим. Делаем до тех пор, пока собака сама не даст лапу. Один из вариантов этой команды «Дай лапу ноге». Многие для изучения команд используют кликер. Мы не используем. Команда «Пока-пока» очень схожа с командой «Дай пять». Только мы не касаемся собаки, держим руку на расстоянии и быстро повторяем два одинаковых движения подряд. Самое главное – сформировать у собаки позитивное отношение к занятиям. Если вы будете кричать, бить или одергивать собаку, то у нее возникнет ассоциация команды, значит, у меня сейчас будут ругать, зачем мне это нужно, будут забегать занятия или неадекватно реагировать на процесс обучения. Поэтому хвалим, кладем, пожалеем. В следующем видео мы покажем, как Той учил собирать пирамиды. Если у вас есть пожелания или вопрос, или вы хотите разобрать какую-то команду, пишите в комментариях. Всем успехов в обучении. До встречи в следующем видео. Пока!